Мы с вами сейчас будем делать знаменитый соус тартар. Это французский соус. Кстати, очень вкусный, прекрасен с рыбой. Вот что нам для этого нужно. Нам нужны соленые огурчики, каперсы, это филе анчелос, майонез, одно яичко, укроп, петрушка, чесночок и лук-шалот. Ну, давайте начнем. Я думаю, что на количество, которое я собираюсь сделать, такого количества шалота будет достаточно. У меня, видите, большая луковичка. Если маленькие луковички, используйте две. Режем меленько. Чем мельче, тем лучше. Валентина. Следующий этап. Огурчики. Именно огурцы и каперсы дают тот самый замечательный вкус, и который очень хорошо сочетается с рыбой. Также режем меленько. Ну, думаю, достаточно. Я вам сейчас дам хороший совет. Когда вы будете резать огурчики, их надо выжать от сока. Потому что, если вы оставите сок, то ваш майонез, он может быть слишком жидким. Следующий этап. Каперсы. Каперсы тоже самое. Отожмите от сока. В них очень много рассола. Даже отжав каперсы и огурчики, все равно в них сохранилось достаточно много сока, который они отдадут майонезу. Пропорции сами определяйте. Если вам нравится вкус каперс, добавьте их чуть побольше. Если вам нравится больше огурчики, добавьте больше огурчика. Но обязательно ничего не исключайте. Каперсы и огурцы вместе, это просто невероятный вкус. Очень, 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 очень выразительный и вкусный. Следующий момент. Многие не ложат анчоусы в тартар соус. Но мы у себя в ресторане их ложили. Они дадут замечательный ферментованный вкус рыбы. Также меленько их порубите. Если вы попробуете с анчоусами, то вы уже сами тоже будете определять количество в вашем соусе. Вы хотите побольше анчоусов или меньше. Делайте эксперименты. Придерживаясь базовых продуктов, придерживайтесь базового рецепта. Но пропорции вы можете определять самостоятельно. Хорошо. Затем яичко. Кстати, тоже многие не ложат яичко. Мы в ресторане ложили. Он даст более хороший, интересный, полный вкус. Желток я просто так вот разминаю. А белок меленько-меленько-меленько рубим. Я вам рекомендую делать тартар-соус тоже заранее. Так, чтобы он хотя бы постоял час-полтора до того, как вы его подадите. Но если вы его сделаете сразу и подадите своим гостям, это тоже не будет плохо. Но вы понимаете, что в любом случае, когда вы даете возможность постоять соусу с разными ингредиентами, вы даете возможность ему напитаться и обменяться своими вкусами. Отлично. Следующий этап. Добавим немножко зелени. Я добавлю сюда петрушку. Петрушка, как правило, всегда добавляется в тартар-соус. Также я добавлю укроп. Укроп можете добавлять, можете не добавлять по вкусу. Еще очень хорошо будет звучать там эстрагон. Если вы не пробовали, это тархун. Вкус тархуна. Он тоже интересный аромат. Вообще, пытайтесь развиваться в кулинарии и во вкусах. Делайте эксперименты. Пробуйте разные продукты. Хорошо. Можно добавить еще немножко зеленого лучка. То есть, у нас с вами получается такая салса. Салатик. Он с вашим чипсом фиш будет звучать просто великолепно. Теперь добавляем наш домашний майонез. Майонеза не жалейте. Но вот эта порция, которую я сейчас сделал, вы видите, что она достаточно большая. Этой порции хватит, чтобы накормить в среднем 4 человека. Видите, у меня майонез немножко жидковатый. Мы специально делаем майонез, чтобы он был менее жирный. И поэтому, если бы сейчас у меня остался сок от каперс и огурчиков, то майонез стал бы еще жиже. А в настоящий момент, видите, он какой хороший. Как он красиво выглядит. Так. И мы еще добавим вот что. Цедру лимона. Совсем немножко. Так. Хорошо. И сок. Буквально немножко. Меньше половины лимона. Попробуйте сделать по такому рецепту. Вам очень понравится. Песня. Просто обалдеть. Черный перец. Не жалейте. Наш тартар соус практически готов. Последний нюанс. Добавим зубчик чеснока. Можете, кстати, чеснока добавить больше. Опять же, все делайте по своему вкусу. Так. Я добавлю чуть больше чеснока. Рецепт тартар соуса я дам внизу под видео. Перепишите его и попробуйте сделать. Напишите мне свои комментарии, понравилось или нет. Итак, наш соус с вами готов. Мы его должны обязательно поставить в холодильник. Потому что основа этого соуса майонез. А майонез не любит тепло. Он любит прохладу. Вот смотрите, что я сделал. Я закрываю пленочкой. Закрыли. И в холодильник. До того момента, когда вы начнете сервировать свою готовую рыбу и чипсы для своих гостей. Вот в этот момент вы достанете тартар, положите его в какие-то креманницы или же в салатницы и подадите своим гостям. Невероятный кайф. И берем соус вот сюда. И смотрим, тартар. Просто двинусь мозгом. Исключительный вкус. Лучше любого ресторана. Я вам гарантирую. Друзья мои, большое вам спасибо за просмотр. Я рад, что вы пришли опять на мой канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Не забудьте подписать уведомления о новых видео. Увидимся в следующий раз. До свидания. Продолжение следует... До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...